Фридом. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Первые чувства «Искры снега». Никки Сью. Читает Эдуард Миллер. Глава первая. Витя. Наши дни. Антон мерил шагами коридор больницы, скрупулезно разглядывая плакаты на стенах. А там чего только не было. И описание вирусов, в том числе передающихся половым путем, и болезни ЖКТ, и многое другое. Заголовки словно кричали «Посмотри, вокруг полно опасностей». Мой лучший друг заметно нервничал, держа руки в карманах потертых синих джинсов, рассматривая эти плакаты. Он громко вздыхал, то и дело облизывал губы и поглядывал на дорогие часы у себя на запястье. С Антоном мы случайно сблизились. Хотя, пожалуй, это была та случайность, за которую можно благодарить судьбу. После школы я уже и не думал, что найду настоящего друга, с которым и в вагоне, и в воду, и на сумасшедшие приключения. И тут Леваков. Я когда с ним впервые познакомился, скривился. Нет, дело было не во внешности. С этим у друга проблем как раз не имелось. А вот в характере обнаружилась та самая перчинка, которая меня и оттолкнула. Антон слишком сильно заострял внимание на мнении окружающих. Даже больше, он словно зацикливался на нем. Обычно я с такими ребятами дружбу не водил. Но все изменила Юля. Комета Галлея. Таких, если захочешь, и найти не сможешь. Однако Антону повезло. После знакомства с Снегиревой он изменился, перестал быть зависимым от людей вокруг, от денег, свои родни, и как вишенка на торте мы стали лучшими друзьями. Наверное, за это тоже стоило поблагодарить Юльку. «Но чего они так долго?» Пробурчал Леваков, устало посмотрев на меня. Он запрокинул голову к белому потолку, вглядываясь в него. Воздух вокруг пропитался спиртом и хлоркой, но Антону это не мешало глубоко вздыхать. «Да это всего лишь ушиб. Что ты как мамочка?» Сказал я и усмехнулся, покачивая ногой. Стулья в коридоре ожидания были неудобными, пусть и новыми. В кармане завибрировал мобильный. Марина любезно напоминала, что вечером у нас с ней свидание. Она была из тех девушек, которых можно отнести к категории «лайт». Не напрягала своими звонками, просьбами погулять, и наши отношения были ближе к свободным, что меня в целом устраивало. А вот отец наоборот твердил. «Давай не теряйся там. Нам бы не помешали такие партнеры, ведь Леонова из очень состоятельной семьи. Ее старик не последний человек в городе. Если бы ты любил хоть одну свою девушку, то вел бы себя иначе». Пробурчал недовольно Антон. «Любовь придумана для таких, как ты и Снегирева. Всем остальным можно и без любви», — отмахнулся я. Вызов от Марина не принял, решил отложить томные разговоры на потом. «О, Юля!» — воскликнул Леваков, когда Снегирева вышла из кабинета вместе с доктором. Невысокая, худенькая девушка с карими глазами, в которых, казалось, поселилось солнце. Пшеничные волосы завязаны в пучок, как кремовое вязаное платье, чуть выше колен испачкалось и кое-где даже порвалось. Втроем мы здесь оказались по случайному истечению обстоятельств. Я ехал от отца домой, остановился на светофоре, а Юлька, подскользнувшись, упала посреди дороги буквально перед капотом моего автомобиля. Декабрь выдался достаточно скользким, так что ничего удивительного. В новостях частенько писали о ДТП или сбитых пешеходах, администрация города даже установила специальные светофоры с мигающими человечками, видимо, надеясь, что помогут жителям. Однако и от них толку было мало. Снегирева умудрилась неплохо приложиться об асфальт. У меня, когда увидел ее, сердце ухнуло в пятки. Но я тут же выскочил из машины, помог Юле подняться, усадил на заднее сидение и повез в клинику. Как позже выяснилось, у Левакова здесь работал знакомый главврач. Так что нас быстро приняли, а потом и сам Антон подъехал взволнованный, запыхавшийся, из ушей чуть ли не пар шел, да и я перепугался, что греха таить. Но травма, к счастью, оказалась несерьезной. «Спасибо, Евгений Михайлович», поблагодарила Юля и улыбнулась доктору. На вид мужчине было лет сорок, долговязый, с короткими редкими русыми волосами и волевым подбородком. Выглядел он уставшим, словно не спал уже вторые сутки, хотя, может, так оно и было. Дежурство у врачей никто не отменял. Юля хромая подошла к свободным стульям и присела на один из них. «Ну ты как?» Антон подскочил к девушке, сел рядом и стал разглядывать с ног до головы. Фанатик, ей-богу. «Нормально, не переживай», ответила Юлька. «Мне мазь выписали, сказали пару дней и буду снова порхать, как бабочка». «Вить», обратила Снегирева ко мне. «Я виноват и улыбнулся девушке, отмечая про себя, какая все-таки она позитивная и улыбчивая. Даже странно, что мы тогда с парнями посмеивались, кличку дали ей. Глупость, конечно. И пусть изначально Снегирева мне вообще не нравилась, но когда мы с Антоном устроили план захвата женского сердца, даже я проникся к этой девушке дружеской симпатией». «Да, моя дорогая», — в типичной манере ответил я, за что получил от Левакова подзатыльник. «Вить, спасибо тебе, с меня причитается. Слушайте», — с энтузиазмом воскликнула Снегирева, переключаясь. «Видимо, посетила очередная идея. В этом вся Юлька. В ней было столько энергии, что я бы не удивился, если бы она однажды решила улететь на Марс, открывать новые территории. «А давайте у нас соберемся на днях. Я приготовлю чего-нибудь вкусненького». «Ему вредно вкусненькое», — произнес Антон, а во взгляде читалась ревность. «Ты на диете?» — спросила девушка, удивленно взглянув на меня. «Ему Алиночка будет готовить сладости». «Мариночка», — поправил я, усмехнувшись. Хотя Леонова не умела готовить от слова «совсем». Все, на что ее хватало, это разогреть в микроволновке еду из своего ресторана. Даже с простенькой яичницей не справлялась. «Опытная кошка», — продолжил Антон. «Опытная львийца, братишка», — кривлялся я. «Да, Маринка была старше меня на пять лет. Но с ней проще, чем с ровесниками». «О, это же...» Леваков перевел взгляд в сторону длинного полупустого коридора и резко замолчал. «Я не сразу понял, чему он так удивился, но когда проследил за направлением моего взгляда и сам чуть не задохнулся. Мир вокруг неожиданно перестал существовать. Казалось, кто-то поставил его на паузу. «Рита», — прошептал я себе под нос. Она шла в длинном пальто и обтягивающих джинсах. Романова теперь носила джинсы. Хотя, когда я видел ее недавно, с месяц назад, тогда она тоже была одета довольно современно. Но не это ввело меня в ступор. Рита вела за руку по больничному коридору мальчишку лет пяти. Они о чем-то мило переговаривались, и Романова улыбалась мальчику так искренне, словно за этой улыбкой скрывалась любовь размером с целую планету. В груди болезни накольнуло. Я всегда напрягался, стоило только заметить где-то Марго. Вроде два с половиной года прошло. Чувства давно сгорели, вернее, я их спрятал подальше, закрывая сердце на тысячу замков. Однако каждый раз, когда случайно видел Риту, мне почему-то становилось не по себе. В памяти вспыхивал выпускной, ее безразличный взгляд, поцелуй в щеку и съехавшее платье. «Рита?» спросила Юлька, всматриваясь вдаль. «Что за Рита?» «Это ее ребенок, что ли?» Вопрос Антона ввел меня в ступор. Редактор субтитров А.Семкин»